Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья. Не знаю, как вы, но я к эндемикам, то есть к растениям с очень маленьким природным ареалом, всегда относилась к подозрениям и недовериям. А как же иначе? Если в природе растение не смогло отвоевать большие площади у более сильных конкурентов и фактически оказалось в изоляции, то какие же проблемы ждут садовода, когда такое растение окажется у нас на участке? Так я рассуждала. И долгое время ход моих мыслей был вполне понятен. Однако на практике оказалось все совсем иначе. Вспомните микробиоту. Поистине беспроблемное растение. Хотя ее ареал – небольшие западные и южные участки на слонах Сихат и Алиния, а моя любимая рябина Додонг. Ее предков вообще нашли на маленьком острове Улонг. Разве эти растения доставляют много проблем садоводам? Не сказала бы. Вот и героиня нашего сегодняшнего сюжета – сербская ель. Любима садоводами всего мира. Хотя в природе ее ареал ограничен небольшой территорией между Сербией, Боснией и Герцеговиной. Там, в горах, на крутых горных склонах и известковых почвах, она четко читается благодаря своей узкой пирамидальной кроне на фоне других растений. Несмотря на это, для научного сообщества она была открыта лишь в 1875 году с сербским ботаником Иосифом Панчичем. У себя на родине в Сербии она больше известна не как сербская ель, а как ель Панчича. За менее чем 150 лет сербская ель с помощью людей вышла за пределы своего ареала и стала популярна не только у себя на родине. По плотности грунта примерно такая же история. Хотя очень тяжелые почвы, не дающие корням свободно дышать, не понравятся никому, и сербская ель не является исключением. По освещению – солнце и полутень. В тени она будет чувствовать себя угнетенной, что в итоге приведет к ослаблению иммунной системы и откроет двери для всевозможных патогенных вредителей. По обрезке сербская ель ничем не отличается от обыкновенной. Она также отзывчива на формовочную стрижку. У нее также много спящих почек. И сроки такие же. Если кому интересно, то на канале есть видео с подробным описанием стрижки и обрезки хвойных. В описании под видео будет ссылка. Но кроме нетребовательности в уходе, у этой ели есть два неоспоримых преимущества. Первое – она неплохо себя чувствует в городских условиях. Пожалуй, так же, а иногда даже лучше, чем колючая ель. А второе – это декоративная хвоя. Она, как у пихты, двухцветная. Сверху темно-зеленая, снизу – светлая, почти белая. За счет этого в ветреную погоду, когда ветви поднимаются на ветру, кажется, что ель окутана бело-голубой дымкой. Некоторые к ее достоинствам еще относят фиолетовые шишки. Но это сомнительное достоинство, на мой взгляд. У сербской ели, как и у других елей, шишки свисают печально вниз. Другое дело пихты. Шишки, словно свечки на новогоднем балу, украшают растения. Единственное, что расстраивает – это маленькое количество сортов. Сначала мы хотели выделить целый сюжет и отдельно рассказать о сорта. А потом решили, что вполне уложимся по времени и в один ролик. По традиции построим наш рассказ в форме хит-парада. Итак, пятое место. Мы не раз говорили об этом сорте, но сорт настолько хорош, что можно еще несколько секунд ему уделить. Нано. Это карликовая компактная форма ели сербской. Сорт был получен в результате естественной мутации в 1930 году. Пока что самая большая нано, которую я видела, не превышала отметку двух метров. Но в каталогах указан размер от трех до трех с половиной. Это вполне может быть, ведь растение растет в течение всей своей жизни. Компактная форма и медленный рост связаны с большим количеством побегов, претендующих на роль лидера. Так, на одном экземпляре я насчитала до 35 побегов, стремящихся занять лидирующее положение. Естественно, что из-за вечного спора растение медленно растет, ведь каждый тянет одеяло на себя. Следующее, четвертое место мы отдали еще одному карлику, имеющему овальную форму и достигающий в 10-летнем возрасте 40 сантиметров в высоту и 60-70 в диаметре. Это карл. Сорт новый был найден в 1991 году мистером Карлом Бантиксом из Бельгии. Несмотря на то, что карл заявлен как сербская ель, в этом есть сомнения. Есть основания полагать, что все-таки карл принадлежит к Мариане, а не к Аморике. Но делать выводы пока рано. Время покажет. Третье место. Третье место также занимает карлик. К 10 годам высоту не более метра, а в ширину около 50-60 сантиметров. Сорт гордо носит одно из имен верхового бога Одина. Называется он водан или ватан. Ели я люблю. И этот сорт мне очень симпатичен. Но вот названия, по-моему, автора сорта погорячились. Водан карлик. Могучий древний бог не может быть карликом. Вот если бы так назвали какой-нибудь высокорослый сорт европейской ели, то да. Но сербская ель и скандинавская мифология, на мой взгляд, не очень вяжутся. Элегантная пиццея аморика пендула брюнс. Обосновалась на второй строчке нашего хит-парада. Сорт немецкой селекции. И, судя по названию, авторство принадлежит знаменитому питомнику брюнс. Назвать ее карликом язык не поворачивает. Эта красавица растет достаточно быстро. Порядка 30 и более сантиметров в год. Но ширина не превышает метра. Великолепно смотрится с другими хвойными. В одиночной посадке или небольшой группой. При групповой посадке, глядя на плакучую сербскую ель, мне всегда кажется, что какие-то мифологические существа или гидры собрались на полянке обсудить свои дела. На солнце веточки, свисающие вниз, и двухцветные иголки создают впечатление гигантской чешуи, переливающейся на солнце. Ну и первое место. Внимание! Барабанная дробь. Пиццея аморика рубра. Сербская ель с красным молодым приростом. Хотя, если честно, то думаю, что такого сорта нет. Он либо еще не зарегистрирован, или польские производители намеренно изменили это название. Но сути это не меняет. Сербская ель с молодым красным приростом существует. Прирост красный около двух недель. Затем отличить от видовой красавицы почти невозможно. Дерево высокорослое и ничуть не меньше, чем обычная сербская ель. Но растение мне нравится. И нравится настолько, что мы отдали ему первое место. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Увидимся!